Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наши новости в эфире национальной телекомпании «Осетия Эрестон» начинаем с материалов Международного научно-практического форума «Проблемы традиционной художественной культуры горских народов» к 130-летию со дня рождения Бориса Галатии, прошедшего в столице Южной Осетии. Старт форуму с насыщенной программой был дан в городе Владикавказ. Форум, организованный в обеих частях Осетии, был насыщенным на мероприятия. В Схимбале первый день форума начался с конференции по теме творчества Бориса Галатии «Вопросы современной музыки и музыкальной науки» в Национальной библиотеке имени Анахарсиса. На конференции был зачитан приветственный адрес от президента государства Алания Анатолия Бибилова, участником форума. На второй день гостей республики принимал Югостинский государственный университет. Хочу вас поприветствовать в стенах Югостинского государственного университета. Для нас честь, что мероприятия, приуроченные к юбилею великого композитора, хореографа, проходят в том числе и в Югостинском государственном университете. Гостей форума приветствовали и студенты Югу. Солисты Вия Югу исполнили остинскую песню «Масак» собственного сочинения. В работе конференции приняли участие ученые, музыканты, музыковеды, композиторы, звукорежиссеры из Южной Осетии, России, Германии и других стран мира. Модератор мероприятия, экс-президент Республики Южная Осетия и экс-ректор Югу Академик Райан Людвиг Чибиров также поприветствовал гостей, дав каждому возможность выступить с заявленными докладами. Великий Борис Галаев сквозь призму моего сталинирского детства. С таким докладом выступил перед собравшимися экс-ректор, проректор по учебной части, профессор Югу Юрий Гоглойта. Он рассказал интересные факты из жизни семи Галаевых, о их отношении к окружающим и работе. Мне посчастливилось познакомиться с семьей Галаевых аж в 1942 году. Запомнилось, что семья именно Галаевых отличалась, это не застольные слова, отличалась какой-то особой и близостью, и любовью к окружающим. В 1953 году я поступил на ИСТФАК МГУ, и после окончания в 1958 году оказался, был принят на работу Юго-Остинский научно-исследовательский институт, и наш кабинет оказался смежным, где Борис Александрович Галаев работал вместе с Захарем Николаевичем Ванеевым, это метр, астинский, можно сказать, патриарх исторической науки. Что мне там особенно запомнилось, так это были годы, когда он работал над изданием уже своего известного труда «Остинские народные песни», которая благодаря нашим почитателям была издана уже наконец-то. И видим, эта работа стоила ему многих нервов, потому что связана была с какими-то техницкими вопросами, которые решал кто-то в Москве. И когда, наконец, я не знаю, сколько лет прошло, это был издание настоящий праздник. «Медиа-этика в межкультурном пространстве» — тема выступления доцента кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Вадима Высоцкого, где он обозначил роль СМИ и, в частности, журналистов в современных реалиях действительности, отметив, что именно от журналиста зачастую зависит многое в условиях глобализации. Я должен начать со слов благодарности всем, кто имел отношение к организации этого форума за уникальную для меня возможность погрузиться в многослойный и многовариантный мир кавказской культуры. Скажу, что Борис Александрович Галаев, которого мы очень полюбили, потому что знакомство происходило постепенно с ним, как с историческим деятелем и выдающимся просветителем. Так вот, Борис Александрович Галаев, как и полагается просветителю, был настолько уникальной, универсальной личностью, что буквально каждая область, связанная с изучением культуры, может опираться на его достижения, как повод к разговору о любой культурной области. И вот я займу Ваше внимание разговором о медиаэтике, потому что, и вот как пример привожу, буквально в первый день конференции был доклад, где личность Галаева рассматривалась как праведник. И вопросы нравственности звучали неоднократно, и когда вспоминались имена и Каспахи Тогорова, и Васо Абаева. И это, в общем, действительно комплекс, прежде всего, нравственных каких-то достижений и стремлений. А вот что касается медийной сферы, то это же посредничество. И в области межкультурной медищики, журналисты, они двойные посредники, потому что это посредники между культурой и аудиторией, это посредники в межкультурном диалоге между представителями разных культур. Заслуженный деятель искусств Украины и Польши, композитор, инструментовед, заведующий сектором инструментоведения Российского института истории и искусств, академик Райн- и Международной академии информатизации ООН, доктор искусствоведения, профессор Игорь Мациевский, выступил с инициативой придания статуса государственного дому-музею Бориса Галати, который уже функционирует в Цхинвале, а также выразил пожелание сделать этот форум регулярным под названием «Галайские чтения», отметив значимость данного мероприятия. Член Союза художников СССР, народный художник Южной Осетии, директор Государственного лицея искусств имени Аксо Кольева Лаврентий Косоев поделился своими воспоминаниями о дружбе с семьей Бориса Галаева и подчеркнул, что в лицее искусств изучают и творчество Бориса Галаева. Он поприветствовал участников форума и поддержал инициативу открытия Государственного музея имени Бориса Галаева и Махарбека Туганова. Интересный и обширный диапазон заявленных на конференции тем вызвал интерес и дискуссии среди участников конференции. Этномузыколог, культуролог, педагог, автор-исполнитель, лауреат международных конкурсов Лана Алборова сделала сообщение о проведенном во Владикавказе в рамках этого же форума «Круглом столе» звукорежиссеров Северной Осетии, об обсуждающихся на нем вопросах и принятых решениях. В завершение работы форума были обобщены материалы конференции, которые нашли отражение в итоговом документе. Форум произвел впечатление очень сильное по организации, во-первых. У него действительно форум, потому что это и конференция, это и концертные программы, это привлечение воспоминаний людей, заставших Галаева. И то есть такое многослойное получилось собрание, очень представительное, в постоянном сопровождении звучащей музыки этнической. Та специфика культуры, которую вы, к счастью, сохраняете, взращиваете и вот эти все традиции, им, конечно, можно делиться, о них рассказывать, потому что это будет новое для широкого зрителя-слушателя за пределами Кавказа. Мы можем создать мост в медийной сфере между нашими медиа-центрами. У нас в Университете промышленной технологии и дизайна, в Санкт-Петербурге есть медиа-центр, у вас тоже мы видим достаточно аппаратуры и профессионализма для того, чтобы создавать вот такие как бы мосты или там постоянный обмен материалами, которые могли бы готовить студенты, учащиеся в журналистике. Форум очень интересный, потому что он раскрывает пространство земное под именем Осетии, Северной и Южной, Алания. Много лет назад я столкнулась с этим названием, и вот очень была рада оказаться здесь. Удивительный народ, удивительная природа, удивительная культура. Что я хочу сказать вам, именно лично вашему вузу? Конечно, слава вашим руководителям, что они смогли восстановить ваш университет, что они дали вам в руки технику, потому что я считаю, что нет ничего лучше, когда теория и практика уживаются вместе. И вот когда я вижу молодых специалистов, молодых студентов, которые сами делают программы, которые в руках уже имеют профессию, попутного ветра вашему кораблю.